Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Улжас Абишев и заместитель Акима области Ербол Нургалеев посетили село Талдысая Хабдинского района. Встреча с жителями прошла в Доме культуры. Заместитель Акима отметил, послание президента должно достичь самой отдаленной точки нашего региона. В ходе встречи Ербол Нургалеев рассказал сельчанам о проделанной работе в текущем году и планах на будущий год. В нашем регионе проводится большая работа, в том числе и в сфере здравоохранения. В этом году проведены 52 операции по трансплантации, открытый реабилитационный центр для детей с ДЦП и патологии опорно-двигательной системы. В Актьюбе были приглашены известные зарубежные профессора Гюнтер Хенце и Чанг Хенг Сюк. В рамках меморандума ребенок с диагнозом ДЦП был отправлен на лечение в Южную Корею. Актьюбинские врачи прошли стажировку у специалистов клиник микрохирургия глаза, основанных выдающимся ученым-офтальмохирургом Академиком Святославом Федоровым, заслуженно признанных одними из ведущих офтальмологических центров в мире. Модернизация медицинских учреждений в рамках государственно-частного партнерства, повышение статуса врачей и медсестер, повышение заработной платы, переход на электронный паспорт здоровья. Вице-министр здравоохранения Алжас Абишев рассказал сельчанам о нововведениях, ожидающих казахстанцев с 2019 года. В следующем году повышение квалификации пройдут около 2000 медработников. Также последним направлением, которое мы делаем акцент, это программа управления заболеванием. То есть не лечение, а профилактика, заранее предупреждение заболеваний до момента их наступления, либо критического состояния пациента. То есть на этих этапах мы хотим, если все эти направления мы сейчас усилим работы, мы можем улучшить состояние наших граждан, получается, которые во многих ситуациях приходят уже с конечным результатом, либо букетом заболеваний в медицинские организации. В 2019 году планируется строительство ультрасовременного центра для онкобальных, где будут применены новейшие технологии. Такие технологии, как Кибернож, другие такие технологии, как, например, ультрасонарика, получается, которые помогут, не отправляя наших тяжелых пациентов. Сейчас у нас со статусом онкобольных где-то более 160 тысяч пациентов в Казахстане, не отправляя их за рубеж, а уже высококвалифицированные, высококвалифицированные операции проводить на территории Казахстана в Астане, получается. Работа по разъяснению и пропаганде послания президента среди населения продолжилась в амбулатории, открытие которой состоялось в декабре прошлого года. На сегодняшний день при ней зарегистрировано 980 жителей. Ежедневно специалисты принимают по 20-25 человек. Олжа Сабишев выступил с напутственными словами к медперсоналу, которых обрадовала новость о повышении заработной платы на 20%. После информационная группа отправилась в Хабду, а далее – Уэллский район, где посетила несколько населенных пунктов. Анастасия Евсеева, Голымжан Урынов, Телеканал «Октябрь». Продолжение следует...